МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Руководитель энергоснабжающей организации на Камчатке дважды попался на мошенничестве. По версии следствия, в период 2014-2015 годов житель Краевого центра, являясь руководителем коммерческого предприятия, осуществляющего деятельность по поставке коммунальных ресурсов на территории Камчатского края, разработал и реализовал схему по искусственному наращиванию стоимости топливных ресурсов, которая позволила путем перепродажи топлива организации через подконтрольных лиц получить в качестве субсидии денежные средства. В результате незаконных действий бюджету Камчатского края причинен ущерб в сумме не менее 100 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности у ФСБ России по Камчатскому краю и у МВД России по Камчатскому краю. В настоящее время подозреваемый находится в следственном изоляторе в связи с вынесенным приговором за совершение аналогичного коррупционного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Сейчас проводятся проверки, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. До восьми лет заключения грозит елизавчанину задачу взятки полицейскому. По версии следствия, в мае текущего года обвиняемый в целях избежания ответственности за продажу немаркированной рыбопродукции передал должностному лицу сотруднику полиции взятку в размере 100 тысяч рублей за заведомо незаконное бездействие, выражающееся в неосуществлении изъятия товара, реализуемого с нарушением норм действующего законодательства. Данный факт зафиксирован сотрудниками органа правоохраны. Максимальный срок наказания по инкриминируемой статье предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом. Уголовное дело направили в Ельзовский районный суд для рассмотрения по существу. 11 рублей за квадратный метр. Взнос на капремонт жилых домов станет единым для всех районов Камчатки с 1 января 2023 года. Соответствующее постановление подписано правительством полуострова. Минимальный размер взноса за капремонт в последний раз пересматривался два года назад, в сентябре 2020-го. Как сообщили в краевом правительстве, за это время подорожали материалы и услуги. Всего в долгосрочную программу капитального ремонта края включены почти 2800 домов. Программа принята в 2014 году, и за это время более тысячи жилых зданий уже получили новые крыши, фасады, фундаменты и внутридомовые инженерные сети. Уже утвержден краткосрочный план капремонта на 2023-2025 годы. В ближайшие три года почти в 300 многоквартирных домах Камчатки планируют выполнить работы на сумму около 3 миллиардов рублей. 43,5 тысячи человек будут жить в более комфортных условиях. Может стать основой для положительных перемен в нашей жизни. Уполномоченный по правам ребенка на полуострове Инесса Кайрович высказала мнение о предстоящей прямой линии с главой региона Владимиром Солодовым. Губернатор обсудит все самое важное для жителей полуострова. Формат прямого диалога очень актуален, очень значим, потому что действительно даже одно обращение может быть основой для того, чтобы внести изменения в действующее законодательство, ввести новые меры поддержки населения, либо это какие-то новые социальные проекты внедрить в нашу жизнь. У жителей Камчатского края, конечно же, накопились вопросы разного направления, разного характера. Они не только сугубо индивидуальные, они могут затрагивать и интересы целой категории населения. Поэтому вот такой диалог в формате прямого эфира очень важен, очень значим и, конечно же, он позволяет оперативно решить наши проблемы. Молодежные организации Края также готовы подключиться к эфиру и задать свой вопрос главе региона. Приятно осознавать, что твоя работа не уходит в стол, а проект имеет свойство реализовываться. И как раз-таки работа на Камчатке – это яркий тому пример. Проведение прямой линии с губернатором Камчатского края Владимиром Викторовичем Солодовым – это отличная возможность выдвинуть какую-то инициативу и услышать ответы на интересующие тебя вопросы. Уже на протяжении нескольких лет я разрабатывал проект по созданию арт-кластера на Камчатке. Вот у меня накопился целый перечень вопросов, которые, наверное, и задал бы губернатору касательно этого проекта. Какие направления считают более перспективными и какие, собственно, стоит уже проводить вводить в жизнь, пусть в каком-нибудь демо-версии в пробном режиме. На сайте правительства любой желающий может оставить свой вопрос главе региона. Жители могут сделать это и по телефону горячей линии 8 800 141 400, звонок бесплатный, или отправить сообщение в WhatsApp по номеру 8 924 891 55 16. Прямая линия с губернатором края Владимиром Солодовым пройдет 15 сентября. Трансляция начнется в 19.30 на телеканале Камчатка-1. Волнуют темы благоустройства, содержания и ремонта дорог, а также снегочистки. Жители полуострова регулярно пользуются сервисом обратной связи «Камчатка в порядке». За два года на портал поступили более 6 тысяч обращений, в среднем за месяц около 140. Как сообщили в краевом правительстве, доля положительно решенных вопросов составила 93%. В качестве положительных примеров по решению вопросов можно назвать следующие. Например, по улице Океанской 94А было убрано место, на котором складировались твердые коммунальные отходы. Также хороший пример можно привести из Усть-Камчатска по адресу 60 лет Октября, это дом 6 и 7, где была приведена в порядок детская площадка, установлено ограждение. Добавим, помимо обращений, «Камчатка в порядке» дает возможность обратиться к должностному лицу через электронную приемную, проголосовать за объект благоустройства и многое другое. Во второй части выпуска МассМедианьюз смотрите. Четыре врача приступили к работе на Камчатке после целевого обучения. К сборке новой мебели приступили в будущей модельной библиотеке в селе Эсса. В День знаний первый звонок прозвенел для 3700 первоклассников края. Об этих и других событиях узнаете далее. Четыре врача приступили к работе на Камчатке после целевого обучения. Акушеры-гинекологи после окончания ординатуры трудоустроились в краевой роддом. За последние пять лет Камчатский краевой роддом принял 10 молодых специалистов. Это не считая тех специалистов, которых мы приглашаем из других регионов. Почему для нас это важно? Потому что мы хотим укомплектовать кадры, и мы хотим оказывать помощь в полном объеме, и чтобы люди у нас не уставали, и чтобы у нас была ротация кадров, чтобы у нас было обучение кадров. И для этого, конечно же, у нас должны быть укомплектованы ставки. Мы рады любому специалисту, потому что мы гарантируем, что мы этого специалиста обучим. Это будет подготовленный специалист. В 2021 году в Край вернулись 14 выпускников по программе целевого обучения. В этом году регион ждет 12 человек, получивших образование по узким медицинским специальностям. В 2022 году заключили 25 договоров о целевом обучении в ординатуре. Добавим, для студентов, с которыми заключили договоры о целевом обучении, в Край разработаны дополнительные меры поддержки. Так, после первой сессии они будут получать материальную поддержку. Также студентам будут один раз в год компенсировать оплату проезда в период обучения. Кроме того, предусмотрена компенсация стоимости проезда врачам-клиническим ординаторам медицинских государственных образовательных учреждений, обучающимся по целевым направлениям Министерства здравоохранения полуострова. К сборке новой мебели приступили в будущей модельной библиотеке в селе Эссона, Камчатке. В этом году учреждение приняло участие в нацпроекте «Культура». На полученные федеральные деньги в будущей модельной библиотеке провели ремонт и закупили новое оборудование – компьютеры и литературу. Там появились новые гардероб, стулья, кресла, которые сделают более комфортным пребывание посетителей. Также купили стеллажи и шкафы для хранения книг и других печатных изданий. 26 августа, в пятницу, к нам наконец-то пришел долгожданный 40-футовый контейнер с новой мебелью и мультимедийным оборудованием. Буквально в субботу мы начали сборку новой мебели и на сегодняшний день уже около 45% собрано. Все идет в рамках дорожной карты. И будем надеяться, что в ближайшее время наша библиотека нового поколения Силайс откроет свои двери для наших пользователей. Очень ждем вас. Приходите к нам, пожалуйста. Добавим, ранее в библиотеку доставили более тысячи экземпляров отраслевых и художественных изданий для взрослых читателей и детей. Также по нацпроекту «Культура» в рамках обновления книжного фонда заказали аудиокниги и специальную литературу для людей с ограниченными возможностями здоровья. Модельная библиотека на базе межпоселенческой центральной библиотеки ВЭСа откроется в октябре. Сейсморегистратор в 50 раз дешевле импортного аналога разработал молодой камчатский ученый. Сейчас в Петропавловске проходит испытание «Целая сеть таких приборов». Сергей Остроухов, ведущий инженер камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, стал новым героем проекта «Молодые ученые Камчатки», который проводит молодежный парламент полуострова. Ученый принимал активное участие в разработке сейсмической станции, способный в некоторых задачах заменить импортный прибор. У него разработан сейсмический регистратор, который дешевле, чем зарубежные аналоги, более прецензионные. Он стоит порядка 1 миллиона рублей, комплектующий для данного регистратора порядка 20 тысяч рублей. Благодаря невысокой стоимости отечественного прибора, камчатские ученые смогут создать сверхплотную сеть для регистрации сейсмических воздействий. Вот ГУРАУП, производитель сейсмического оборудования. Вот такой вот регистратор стоит порядка 1 миллиона рублей. Для нашей специфики, для нашей деятельности, нужно регистрировать сейсмические события. И чтобы достовернее были данные, нам нужно повышать плотность сети регистрации. Соответственно, нужно расставлять больше регистраторов. Со такой стоимостью регистраторов, естественно, довольно высокую плотность сети мы не сможем обеспечить. Прибор, разработанный Сергеем, обладает меньшей чувствительностью, но он надежно регистрирует сотрясение грунта интенсивностью от 2 баллов. Если у нас буквально, допустим, в каждом доме стоит такой вот регистратор, то при сильных разрушениях мы уже знаем, в какой точке земли произошли большие колебания. Соответственно, мы можем разные работы провести, уже сразу же направить туда бригады МЧС, спасателей. То есть это ускоряет время реакции. Сейчас новый прибор проходит испытания в сейсмокамерах, в глубоких подвалах, где в полной тишине идет запись земных колебаний. Информация сейсмических станций, которые разбросаны по всему полуострову, стекается на серверы Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН. И после обработки ложится в основу исследований в области наук о земле, анализа сейсмического режима и работ по прогнозу землетрясений. Конечно, мы обмениваемся данными с другими регионами. Мы плотно взаимодействуем со всеми филиалами геофизической службы, но особенно это с Южно-Сахаринским филиалом, где мы перенимаем у друг друга опыт построения сети. Также мы делимся с основной геофизической службой, с нашими облицами данными, и берем данные вообще со всего мира. То есть там, где у нас есть научные работы совместные с другими организациями сейсмологическими, то мы берем данные у них, делимся своими данными и работаем вместе над ними. Обслуживание и развитие информационной сети – это основная работа молодого ученого, а создание сейсмостанции – это возможность применить знания в другом направлении. На сделанном Сергей останавливаться не собирается, тем более, что в научной организации его начинание поддерживают, обеспечивая в том числе необходимой аппаратурой. Тут специфика научной организации вообще в принципе, то, что ты можешь развиваться в том направлении, которое считаешь нужным, и если оно, естественно, полезно, и его поддерживают. В отличие от других, например, частых организаций, где ты выполняешь сугубо ту работу, которая предопределена руководством. Впечатлений очень много, потому что ребята делятся охотно своими работами, у них горят глаза, они рассказывают о том, что они изучают, и, конечно, видно их энтузиазм, желание работать, желание еще дальше развиваться, чтобы их открытие, их работы были представлены всем, и чтобы их дальнейший результат был полезен не только жителям Камчатского края, но и жителям России. В планах у депутатов посещение еще ряда научно-исследовательских организаций полуострова. Праздник огромных букетов и воздушных шаров. В День знаний первоклассники Камчатки впервые переступают порог школы. Впереди их ждет 11 лет познавательной и интересной жизни. В День знаний первый звонок прозвенел для 3700 первоклассников полуострова. Перед еще вчерашними дошколятами открылись двери в удивительный мир знаний. Они вступают в новую школьную жизнь, где их ждут уроки и учебники, педагоги, одноклассники, друзья и товарищи. 1 сентября у каждого смешанные чувства и радость, и волнение одновременно. Я хочу в школу, но как это... Ну, я вообще вначале не хотел в школу, потому что я как-то, ну, боялся. Это все так серьезно. Школа, уроки, домашние задания. Вы выселили ты сегодня? Нет, вообще не. Я ждала. Почему? Потому что это весело. Торжественные линейки, посвященные Дню знаний, прошли во всех школах Камчатки. Один из самых долгожданных праздников состоялся в 33-й школе Петропавловска. Для нее вот-вот откроется новый современный корпус. День знаний – важнейший праздник для каждого из нас. Он еще раз подчеркивает, что именно знание является главной ценностью современного мира. Сегодня вы открываете для себя дверь в новую серию открытий, достижений, познания удивительного, невероятного, меняющегося мира, который таит в себе столько возможностей для каждого из вас. Я желаю, чтобы время, которое вы проводите в школе, стало не только временем, когда вы получаете новые знания, когда вы учитесь чему-то новому, но и когда вы учитесь дружить, когда вы учитесь понимать друг друга, когда вы учитесь любить. Я хочу сказать отдельные слова родителям, дорогие мамы и папы. Мы с вами, и пусть эта школа станет тем местом, где вам всегда рады, вам всегда любят, вам всегда готовы помочь и выслушать все ваши пожелания. И, конечно же, с огромным уважением и трепетом сердца я хочу обратиться к учителям и к руководству школы. Дорогие педагоги, низкий вам поклон за то, что вы каждый день приходите на эту работу, за то, что вы каждый день вкладываете кусочек сердца в наших детей, которые, вырастая, потом делают нашу жизнь лучше. Зампред также отметила, что в этом году по поручению губернатора края руководители органов власти продолжат проводить открытые уроки в школах Камчатки. Рассказывать о том, каким мы видим будущее Камчатского края, какие профессии, какие специальности будут доступны выпускникам школ, как мы видим изменения в городе. А школа номер 42 краевой столицы в День знаний посетила председатель Заксобрания края Ирина Унтилова. Она поздравила детей, родителей и педагогов с праздником. От имени депутатов Законодательного собрания Камчатского края я поздравляю всех с этим замечательным днём. И, конечно, желаем всем успеха. Нашим первоклассникам мы желаем успехов, чтобы этот год был очень успешным в познании новых открытий, нового общения. Нашим старшеклассникам и выпускникам мы желаем успехов, чтобы найти ответ на вопрос, а что дальше, когда я закончу школу, потому что правильный выбор определит успех в вашей судьбе. Дорогим родителям я желаю успехов, чтобы ваши дети всегда были счастливы, а вы радовались их успехам многократно. Но, уважаемым коллегам, хочу ещё раз сказать, успешность педагога зависит от успехов его учеников. И я не сомневаюсь, что многократные победы на Олимпиадах учащихся в средней школу номер 42 – это успех учителя. В 42-й школе к новому учебному году помимо ремонта кабинетов и других помещений полностью обновили вестибюль. После покраски он стал более светлым, но работа по его оформлению ещё продолжается. В вестибюле установят проектор. С его помощью на стенах будут размещать тематические картины, посвящённые знаменательным датам. Планируется, что на одной стене появится карта России и государственный флаг. Также в школе завершается установка системы «Безопасный вход». Финансирование на эти работы выделили школе после обращения к Ирине Унтиловой. Сейчас в вестибюле уже оборудовали помещение для охранника. Ожидается поставка техники, затем установят турникеты. Добавим, всего на полуострове работают 119 школ, 11 техникумов и колледжей, 59 организаций доп. образования и 5 вузов. 37 тысяч школьников, более 7 тысяч студентов среднего профессионального звена и около 4 тысяч студентов высшего начнут новый этап освоения огромного и неизведанного мира. К участию на выставке-ярмарке «Ельзовская осень-2022» готовятся исправительные учреждения Камчатки. Традиционно они представят сельскохозяйственную продукцию и изделия из дерева и металла. Выставка-ярмарка камчатских производителей и работников сельского хозяйства «Ельзовская осень» пройдет 10 и 11 сентября в районном центре. В ней примут участие исправительные колонии общего и строгого режимов. Посетителям представят сувенирную продукцию изготовленную осужденными а также организуют выставку мебели для дома и дачи складных и стационарных мангалов урн, шезлонгов и других изделий. Кроме того, гости ярмарки смогут по доступной цене купить свежие и вакуумированные овощи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова